всем здравствуйте вот такая у нас сегодня погода небо обложено сегодня утром шел дождь температура упала холодно я весь день просидела дома утром правда отвезла именно в садик и сама жалела весь день потому что он еще полностью не поправился кашлял но я его решила отвезти потому что он потом отвыкает и не хочет идти в садик и ревет вот сейчас быстренько поеду за ним остановила машину на трассе чтобы снять вам море посмотрите в нашем как говорится саду там так ветер не чувствуется а здесь прям ветер забывает и каждый день когда езжу море очень меняет свой цвет постоянно то голубое зависимости от погоды уже мы в городе сумгаите ехали всю дорогу с дождичком а сейчас заехали в город и здесь вообще дождик не идет видимо были тучки поэтому я думаю что вечером будет хорошо лить дождик советское время этот город был промышленным городом здесь было очень много заводов и все советского союза многие специалисты приезжали сюда работать из было алюминиевый завод химические заводы были но сейчас практически все заводы закрыли и раньше вообще считался сумгаит не очень чистым городом потому что работали заводы и выбросы были большие а сейчас уже от того что заводы не работают сумгаит очень стал уютным чистым и красивым городом за городом очень следят город чистый везде цветочки очень много зеленых насаждений вы видите на эти насаждения сажали советское время в основном эти старые деревья елки и в каждом дворе здесь по садику этот город был интернациональным в принципе сейчас тоже город сумгаит интернациональный очень много русскоговорящего населения очень много садиков школ на русском языке мне особо нравится видите по сторонам сколько деревьев сосновых и у мишки в садике тоже такой приятный садик территория вокруг садика вся зеленая видно что этот садик строили советское время заезжаем во двор сейчас покажу сколько в этом дворе садиков вот это один садик 1 смотрите какая большая здесь территория у сада все это идет садик вот так впереди школа но она видимо не функционирует эта школа я вот это точно не знаю может даже работает вот здесь вот здесь сейчас заезжаем дальше едем вот видите сколько зеленью во дворах почти уже дает один поворот тоже видеть тоже здесь новостройку строят у нас в основном вот такие небольшие дома потихоньку говорят под снос хрущевки будут все и в баку тоже а вот и мишкин садик уже приехали тоже территория у них немаленькая садик ой сколько радости сейчас будет я пришла за ним в основном когда плохая погода родители чаще стараются пораньше забрать детишек ой привет 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 да да как дела идем домой ими пойдем все ждут своих мам другие заболеешь иди иди внутрь иди прохладно пока пока ой 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 куда вы пошли холодно здесь такие красивые цветочки у них посажены прям прелесть сейчас поедем в магазин магазин и мишка пошли 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 нас деда ждет пошли мы в магазин должны ехать бабуля нас загрузила ой ой вон еще красота ой как хорошо что здесь дождик не льет самое главное немножко вам поснимала красоту сейчас магазин большой market я вам его часто снимаю право называется Потому что, во-первых, он большой, там выбора много, во-вторых, очень удобно, там и аптека есть, сразу и в аптеку можно зайти. И после этого маркета, вот прямо оттуда мы едем, и короткая дорога получается до дома. Срезаем путь. А вот и сам маркет огромный. Здесь, кстати, вот здесь находится в Сумгаите школа искусств. Мы даже думали одно время Альку сюда отдать, тоже очень удобно нам. Но мы ездим в Бузовны, дальше и за учительницей, потому что там педагог по рисованию, художница хорошая. Мы уже приехали в магазин. Ну, от операции, двери. Сейчас, подожди. Сейчас мы тележку возьмем. Тележку надо взять. В аптеку хорошо. Давай здесь постоим, пока деда в аптеку пойдет. Мишка. Елочка красивая, да. А в этом маркете здесь еще вот такой магазин. И тоже очень красиво оформлено. Сейчас зайду, я боюсь, что папа нас не увидит. Уже очень красивый магазин. Смотрите, елочка здесь. Мама, елочка! Да, уже елочки везде нарядили. Потом зайдем сюда, идем. Зашли в магазин, здесь все для дома. Тоже к Новому году уже готово. Такие красивые Мерри Крисмас чашечки, посуды. Баночки. Очень красивые баночки. Пацаны тоже вам сразу показываю. Такие красивые шелкунчики. Это тоже разные. Да, разные. Это все к Новому году уже подготовка. Какие гномики красивые. Гномик клевый. Не трогай, Мишка. Ты сейчас разобьешь нам. Сейчас натворишь нам дело. Мишка такой. Не успеешь оглянуться, уже что-то происходит. Как и Новому. Вот здесь и мебель продается. Именно уже везде успел и посидеть, и посмотреть. Мебель. Мебель у них хорошая, папа. Я тебе скажу, мне нравится. О, мама. Это ёлочка. Это подарки. Да, это подарки. Магазин Чудо. Очень много декора, декоративных вещей. Эти тоже штучки горят. Гномики смешные. И вот это очень красивая вещь. Такие салфетницы. Оригинальные. Здесь такие вазочки оригинальные. Картины разные. Декор для дома. Рамочки. Здесь корзинки. Здесь корзинки. Каких только корзин нет. плетеные. Не хочется отсюда уходить. Тот красивые торшеры, сметинники. Тот красивые торшеры, сметинники. Не без этого. Вот такие пушистые. И пледы. Пледы стоят 13 манат 90 манат. Мягкие. Посмотрели цены. Ознакомились. Сейчас выбегаем в маркет. Видите, этот магазин прям находится в самом маркете. Сейчас пойдем немножко отоваримся и поедем домой. Аля получила пятерку по русскому ЗНСО. И мне сказала, купишь мне этого единорога. И еще попросила вот эту игрушку елочную. Ну вот, придется выполнять. Обещали, значит все надо будет покупать. А я как вижу елочные игрушки, не могу отойти отсюда. Папа говорит, да, у нас в детстве такого не было. Жарко, сейчас раздвинем. И Мишку посадили в коляску, чтобы он нам не мешал отовариваться. А то он любит баночки потрогать разные. Цены тоже вам показываю, но это, сразу говорю, не базар. Здесь все в два раза дороже. Айвам 79. Вот Айву можно взять, не такая дорогая, 79 копеек. Компоту мы хорошо из нее пьем. Гранаты тоже недорогие, 80 копеек, это тоже более-менее нормальная цена. Вот, фихуа, монат 89. Здесь лимонный рай, апельсины, хурма. А там пекут хлеб в тендере, лепешки. Здесь кондитерский отдел. Это пахлава турецкая. Сейчас покажу вам цены на мясо. Мясо, конечно, есть дорого. Вот это стоит 14 монат появилось. А так обычно мясо здесь стоит 17 монат. Мясо мы стараемся покупать на базаре. А это рыбный отдел, тоже на рыбу цены вам сниму. На базаре я вам показывала цены. Ну вот сейчас здесь покажу. Например, это кефаль морская рыба. 11,49. На базаре мы за 8 брали. Это форель. Форель 14,95. На базаре тоже можно за 10 взять. Скумбрия. Скумбрия 10 монат стоит. Как бы, хочу сказать, рыба тоже в магазине, в маркете все недешево. Сазан, 11 монат. Хэшэм, это красная, как лосось. 10,69. 8,79. Чё ты кричишь? Выпусти тебя, да? Он рыбок увидел, говорит. Здесь сазан 8,99. И 21,89. Первый. Ух ты! Это рыба. Рыба так прыгнула. Каких-то. Да, да, рыба прыгнула. Ничего себе, первый раз вижу стерлить. Я прочла название стерлить, 21,89, но не поверила. А вот она плавает в аквари. Стерлить виду, как он здесь? Купили немножко продуктов на завтрак. В этот раз отоваривались немного. В основном все взяли на завтрак. Купили, как всегда, немного сметаны, шора. Не стала показывать так, как за эмином, глаз да глаз. Он чуть яйца, прилавок с яйцами не снес. Но особо такого ничего не приобретали по мелочи. В основном приехали сюда из-за аптеки. И сейчас поедем уже домой. Пришли домой, а мама жарит драники. Говорит, даже яичко не положила. Натерла картофель, немножко манки, соль, лук и все. И вот обжаривает. Прям такая погода, прям сразу захотелось со сметаной. Вот драники вкусные. Мама нас балует. Эта пу dansаоточка. accidentь. Поддома на тазахar чёрная тазахарах тазахарах. Отдома на тазахарахerd. Умер от газ из-за материи